Продолжается уборочная кампания. Полицейские Северного Казахстана ведут комплексную работу, направленную на сохранность урожая. Подробности в материале пресс-службы областного департамента полиции. С 18 августа в области проводится широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Урожай-2020». Главная задача полицейских – помочь аграриям обеспечить сохранность зерна, горюче-смазочных материалов, запчастей и гербицидов. Трассы, дороги к элеваторам и хлебоприемным пунктам полеводческим бригадам контролируются автопатрулями. Как показывает практика прошлых лет, к совершению краж и хищения причастны работники, которых нанимают главы крестьянских хозяйств для проведения сельскохозяйственных работ. В ходе проведения ОПМ раскрыта серия краж дистоплива по Ульхановскому району, раскрыта крупная кража гербицидов в Жамбылском районе, изъято более 20 тонн зерна нового урожая в Таиншинском районе. Работа ведется в тесном взаимодействии со службами безопасности аграрных предприятий. Сразу два преступления раскрыты в Таиншинском районе. 45-летний тракторист увез с поля почти 3,5 тонны зерна на собственное подворье. А ранее судимый сельчанин на КАМАЗе попытался вывезти 22 тонны пшеницы нового урожая на сумму 1,8 млн тенге. В обоих случаях похищенное зерно изъято и возвращено владельцам. Всего за период уборочной кампании зарегистрировано 10 преступлений данной категории, все раскрыты. При совершении преступлений задействуются все силы, средства органов полиции, привлекается весь личный состав подразделения. Многолетний опыт профилактической работы полицейских во время посевной и уборочной кампании позволяет создать слаженно действующий механизм безопасности. Большая часть преступлений, связанных с покушением на собственность аграриев, раскрывается по горячим следам. Случай в Таиншинском районе яркое тому подтверждение. Всего с начала нынешней уборочной кампании в области зарегистрировано и раскрыто 10 преступлений. В сельхозпредприятиях совокупные суммы ущерба свыше 6,5 млн тенге. Тамерланд Львубай при содействии пресс-службы департамента полиции.